Всем привет, с вами Саштюнки, в общем это у нас открытие рандомных игр, вторая часть, и сейчас я снимаю тест-драйв Unlimited, я с рулем, у меня там стоит микрофон, вот там вот, так что я не знаю, как меня слышно, тут стоит камера, так что я не знаю, как меня видно, поэтому, так, экспериментальное видео с камерой, там кому-то сзади вообще не имется, я смотрю, ты чё, дурак что ли, ты объехать-то не можешь, ты, говно, так, и в общем, там надо именно сюда, да, повернуть, дебил, так, и в общем всё, мы снимаем, сейчас мы сделаем несколько гонок, я уже игру чуть-чуть прошёл, вот, вот у меня вот так вот, Volkswagen Touareg у меня есть, в общем, вот, едем с видом от первого лица, но при этом я ещё рулю, у меня механическая коробка, поэтому, вернее, секвелент, так, короче, полуавтоматическая, поэтому будете слышать, вот это, всё время, пока я буду ехать, ну, не знаю, слышно ли это сильно, если видно там микрофон, его, наверное, видно, у меня, этот, короче, бокс специальный, который защищает микрофон от всяких звуков, я не знаю, защищает ли он сейчас от них, потому что микрофон повернут сюда, Wi-Fi издаёт сигнал, и поэтому, я не знаю, ну, в общем, поехали. Вот, такой вот звучок, так, давайте, думаю, поедем на какую-нибудь гоночку. Всё, едем прямо пока что туда. Пройдём к гоночке две, я думаю, пока видеорегистратор не сядет, хотя он быстро сядет, поэтому, вот это я не знаю, как получится. Да, я молодец, я умею прямо ездить, поэтому... Сейчас я на этапе у Фрода, поэтому... На у Фроде я не очень, на самом деле. Ей же, поэтому не судите строго, самую езду на у Фрод. Так, я... О, я вообще, красавчик, молодец. Так, ну... Как я понимаю, видеорегистратор уже сел. Да, в принципе, так и есть, поэтому дальше без него. Ну, печально, печально. Батарейки у него сейчас хватает совсем ненамного, просто буквально на минут десять съёмки. Ну, так как я сейчас не полностью зарядил, его меньше хватило, поэтому... Поэтому всё, значит... На видеорегистратор сейчас будет мало видосов сниматься, но больше будет сниматься пока что в играх. Зимой попытаюсь купить себе... Этот... Си-Джей камеру. Вот. А пока что мы едем в соседний село на дискотеку, на самом деле. Я иногда задеваю рукой микрофон, поэтому не знаю, как это слышно или нет, но посмотрю в видео. Возможно, слышно, как вращается руль. Нажимаются педали, как переключаются передачи. Вот это, мне кажется, точно слышно, потому что это реально громко. Три километра ещё по бездорожью, это дофига. Думаю, сейчас мы срежем этот подъём. Не вижу смысла всё обещать, когда можно только заехать по прямой. Так. Осталось проехать три километра. Ни сейфом. Проедем. Круг вибрирует, но, естественно, по бездорожью едем. Если получится, попытаюсь поиграть с рулём Logitech, что-то там? Момо Рейсинг, да. Logitech Момо Рейсинг или Момо Рейсинг. И сравнить их с моим рулём. То есть, реально, лучше ли. У меня тоже есть обратная связь, виброоттача. Тоже он напрягается. Когда ты едешь, то есть, ты поворачиваешься, то есть, ты едешь по нормальной дороге, и он там свободно крутится. Ты едешь по бездорожью, он, во-первых, вибрирует, и, во-вторых, он сложновато крутится. Поэтому мне это тяжело, и осталось проехать полтора километра. Не привык, на самом деле. На следующем перекрёстке направо. Направо. Сейчас он вибрирует жёстко, когда передачу не переключаешь, он начинает жёстко вибрировать. Осталось проехать один километр. Бах, просто. Я хочу быстрее закончить с Офродом, потому что мне нравится. Осталось проехать пятьсот метров. И хотя бы занять какое-нибудь место. То есть, мне надо выиграть Офрод, чтобы перейти к нормальным машинам, то есть, А каким-нибудь. Естественно, в рандомных играх ТДУ будет появляться часто. Вот. Также к рандомным играм у нас будет относиться к КС, кино. В общем, всё вот это, всё, что смахивается на то, что я не часто играю на видео, будет туда попадаться. Просто реально я играю в ТДУ часто. И как бы снимать постоянно видео и это монтировать, всё это очень долго получается. И поэтому я не буду делать отдельный плейлист. Это будет рандомная игра. Давайте выполним какую-нибудь гоночку. На время. Или... Нет, давайте лучше просто. Давайте два круга. Сейчас мы навернём два круга и посмотрим, что у меня получится. Как бы Volkswagen Touareg это такой самый быстрый тут автомобиль из джипов. Всё, что касается джипов. Не знаю, сможет ли кто-нибудь меня сегодня обогнать. Я на пике формы. Сможет. Это буду я, надеюсь. Ну всё, первая передача водки. Нам осталось только начать ехать. За кем тут я еду. Сейчас мы потихонечку свет огоним, я надеюсь. Вот, там уже куда-то. Чё, да. Это чё, дурак? Зачем тормозить? Вот, гоняем его, короче. Короче, непонятно, когда надо переключать скорость. Так, что? Когда я еду на спортивной тачке, я слышу, я понимаю, когда нужно мне переключить скорость на следующую. Когда я еду на это, я нифига не понимаю. Это могут быть осложнения у нас. С этим. Тут я открыл какое-то достижение. Фиг пойми, а что это за достижение. Всё, пока что едем. Первый. Пытаюсь держаться на этом месте. Дальше. Получится ли у меня, я не знаю, но... Да, что получается. Таких два круга, да? И чё? Да, и таких два круга. Ну, два так два. Успорить. Не знаю, я сейчас жёстко микрофон локтём заделал, так что извиняюсь. Просто реально у меня на столе не так уж много места, чтобы возместить руль. Ещё и рядом микрофон с огромным поп-фильтром, который у меня тут занимает очень дофига места. На большой скорости рулю реально тяжело крутить, т.е. сквозься. Сейчас режешь вот сюда, в дерево? А, нет, не режусь. А, нет, не режусь. То есть всё нормально. Всё, отлично. Всё, поворот пройден. Мы обгоняем всех на три секунды примерно. То есть это нормально, скорость, т.е. я первый. На видео, я думаю, пройду гонки две, потому что сильно я не хотел это видео сделать. Вот и всё, и на самом деле вот на этом моменте я и проиграю, потому что у меня коробка переключается очень долго, хотя не знаю. Второй круг, да, мы уже доезжаем к финишу и, скорее всего, я проиграю. Даже не скорее всего, а так и будет, потому что всё, я его уже не догоню, мне кажется. Можно попробовать, но не получится, мне кажется. У него такая же тачка просто, как и у меня, поэтому не знаю, чем я могу помочь. Всё, сейчас, короче, паника, и чисто из-за паники я просрал. То есть всё, да, я его уже никаким боком не догоню. То есть гонку придётся ехать заново. Давайте пробуем. Окей, заново, заново гонку. Ещё раз. Попробуем что-нибудь сейчас сделать. Просто там такой момент был, если бы я не врезался, всё бы было нормально. Сейчас я уже более-менее знаю трассу, поэтому... Где, под каким углом залетать, знаю. В принципе, уже не так уж и страшно. Ты знаешь, что тебя ожидает. Но в фроде это... Фрод построен весь почти что. На управляемом дрифте, но не на пятой передаче. Вот управляемый дрифт должен быть хотя бы на четвёртой. Всё, отлично. Временем мы первые. Пока что. Главное продержаться два круга. И не знаю, получится ли у меня продержаться эти два круга. Но я постараюсь. Офрод это не моё. Но мне в любом случае надо выиграть. Потому что хп сами себя не получат. В общем, здесь особо так не буду разнятаться, потому что тут тормозить. Потому что я тут один раз уже врезался. И что-то мне больше не охота врезаться. Или там, или тут, или это. Ну, короче. Где-то я врезался. Я больше не хочу этого повторять. Нет, всё-таки я там врезался. Так, вот, тормозим. Всё, так. Второй групп пошёл. В принципе, я вполне... Вполне... Могу выиграть сейчас первое место. Не знаю, как покатить. Пройдём следующую лонку уже, думаю, на время. Только надо что-нибудь полегче. Не то, что я проходил сначала. Потому что сначала я реально проходил непроходимое. Но, тем не менее, почти прошёл. Ну, так. Проходить непроходимое и почти выиграть. Так, забыл переключить передачу. Пофиг, с кем не бывает. Оу! Стопки, поэто... Едем, короче. Так, не знаю, да. Очень громко. Я знаю то, что очень громко. Сейчас слышно. Я не переключаю передачи. Пофигу. Вот. Я вот тут вот врезался. Теперь я уже приторможу, потому что я опять не хотел резаться. И вроде как мне повезло. Давай разгонимся всё-таки. Прикол автопереключения в том, что ты не можешь вернуть назад передачу. То есть, тут я знаю то, что если я после поворота задумаюсь или ещё что-то, то я возвращу передачу назад и доведу до самых больших оборотов, какие только можно сделать. И поэтому я быстро разгоняюсь после того, как и хана. Всё, в принципе, вот я и выиграл. Вот. Так что... Длилась гонка 3 минуты, так что видео уже снимается минут 15. Вот. Ну и всё, в принципе. Что я могу сказать? На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Саша Чуник. Открытие рандомных игр 2. Всем пока.